Надо до конца наслушать, и будет понять. Солнце верит в вопрос. Так, все, возвращаемся к ДПР теперь. Давайте. Что такое здравомыслие? Ведах пишется, что здравомыслие, оно зиждется на трех основах познания истинности. Первая основа, это мнение компетентного человека по данному вопросу. Есть ли компетентные люди, по любому вопросу, я не говорю о Шарлатанах, кто там заявляет, что я компетентный. А действительно компетентные люди есть? По любому вопросу. Есть. Есть. Это другой вопрос. Есть они, да? Есть, обязательно. Значит, нужно найти компетентного человека и спросить у него мнение, так это или не так. Это лучший способ познания мира, это веда говорится. Есть некоторые вопросы, например, веда так говорится, ну если человек пожелает узнать, кто является его отцом. Если с помощью, значит, самомнения, пятичувств, это нужно понюхать, послушать, обрезать, нащупать, посмотреть на человека. Так же? Найду я своего отца или не найду, это под вопросом. Так же? Ну могу с помощью науки взять ДНК, там, значит, изучать, там, там, совпадает, не совпадает, и то под вопросом, сколько мужиков на делом в свете. Проще всего это обратиться к компетентному человеку. В данном случае компетентный человек кто? Мать. Так же? Да не всегда. Значит, это не компетентный человек. Мы говорим о компетентном человеке, а она, в данном случае, не компетентная. Так же? Мы говорим о том, компетентному человеку. Вы спрашиваете, кто является моим отцом? Если компетентный, вот это твое тело. Но вы же сама не знаете. Это обмануть или заблуждение, но она не компетентная. Мы говорим о действительно компетентном человеке. Так же? Я вам привет. Ну, вы пожелаете изучить, например, живопись, вы идете к хорошему художнику. Так же? Если вам это живопись, вы научились. Нужно изучить хирургию, вы идете к хорошему хирургу. Нужно изучить сапожное дело, вы идете к сапожнику и так далее. Так же? Проверяйте, если сапоги хорошие, крепкие, 10 лет не рвутся, значит, можно у него учиться. Он компетентный в данном вопросе. Так же? То есть, понятно, что первая основа, самая простая, самая доступная и логически понятная, это мнение компетентного человека. Чего изобретать колесо, если кто-то уже изобрел? Пойдите, поучите себя колесо делать. Так же? Это гораздо проще познавать мир. Вот это первая основа здравомыслия. Вторая основа познания истины, это мнение наших предков. Не каких-то там папуасов, негров. У них свои предназначения в космосе. Они нам могут и наврать там что-нибудь. Так же? Наши предки, они нас любят. И они знают, что мы их потомки. И они отдают нам свой опыт. У нас есть и генная память, и на полевом уровне, так же мы со своими предками. И григориальном уровне связаны со своими предками. Поэтому вторая основа познания истины, это мнение наших предков по данному вопросу. Наши предки, у них работали на 100% головной мозг. Если сейчас у большинства людей лишь только 3% головного мозга работает, у них на 100% и головной мозг работал, и спинной мозг, и другие органы познания мира работали. И они знали, что мы в это время будем вообще на голову все больные. Спать будем. Вот как медведи в зимнюю спячку падают, так и мы спим. Русский медведь спит пока. Еще ночь сварога. Мозгинь не работает просто на голову. Мы же не мозг, мы не мозг. Мы говорим об инструменте, сейчас мы разбираем здравомысля и само мнение. Разбираем этот вопрос. Это другая область. Значит, наши предки знали, что мы будем в этом состоянии находиться, и дали нам инструкцию, как поступать в одной или в другой ситуации. Это называется ведать. Ведать – это слово ведать, знать. Как ведать, не ведаю, знать, не знаю. Ведать на любой мировоззренческий вопрос есть исчерпывающий ответ. Это инструкция, как нужно нам жить в этом мире. Ты чего ж не пользоваться опытом предков? Это же, согласитесь, это аксиома. Кто не знает своего прошлого, у того нет будущего. Если мы не пользуемся опытом предков, ну просто мы не выживем. Это логично, понятно, так же? Значит, необходимо узнать опыт предков доходальному вопросу. Понятенна это, да, основа? Значит, и третья основа познания истинности – это уже личный опыт. Как вы говорите, пока не по мацию, не поверю. Так же? Необходимо самому убедиться на практике, так это или не так. Так вот, стравомыслие заключается в том, чтобы вот эти три критерия познания истинности привести к одному знаменателю. Если все три критерия говорят «это так», можно не сомневаться, это так. Если все три критерия говорят «нет, это не так», значит не так. А вот если хоть один из этих критерий противоречит двум другим, нужно сомневаться. И где-то говорится, что если человек добросовестно, вот эти три критерия познания истинности приводят к одному знаменателю, гарантируется, что он никогда ни в чем не ошибется. Его никто никогда не сможет обмануть. Теперь вы улавливаете разницу между самомнением и здравомыслием. Ну, хорошо, а конкретный вопрос относительно здравомыслия можно задать? Конечно. Ну вот смотрите, насколько я понимаю, вы призываете людей к тому, чтобы сообразно учению, опыту предков, переходить на землю. В том числе сейчас вы обращаетесь к москвичам. У многих из присутствующих здесь есть собственность в Москве, для движения. В восьмом году, как известно, на алтолон два раза. А что мешало вам, скажем, летом восьмого года, дать клич? Ребята, скидывайте, переводите в валюту, продавайте. После кризиса можно за одну квартиру сделать три. Уж по крайней мере и в Москве что-то оставить, и на землю переехать. Вот конкретный вопрос. Ребята, скидывайте быстро, сейчас упадет. Вот конкретный вопрос. А вы думаете, я восемь лет назад это же самое не говорил? Не восемь лет назад. И десять лет говорил, и двадцать лет, и сорок лет назад говорил. Но ровно через три месяца можно было сделать, так сказать, скидывайте. Так кто вам не давал? Если я вам это говорил. Где говорите конкретно? Вот, и вы не посмотрите, в каком году вы говорите. Мы дату не говорили. Это так, как спрашивают, как будто утрехлево, если проясли, на вот эти даты кризиса. Вы вообще думаете, что спрашиваете? Здесь шла в восьмом году. Конкретно в восьмом году. Если вы не слышали, значит, он не говорил. А кто-то до вас не даже слышит. И не падали. Да и не падали в восьмом году. Почему же нам придумывать, если навешивать подошли? Вы знаете, как же это просто? А кто-то комментарий. Упадет. Ну да, концептально у вас работает. Люди даже в реальности не видят, что происходит. Не падали. Не падали. Я покупал и продавал квартиры в том году. Не падали. Вы знаете, что это не падали? Ну и считай. Вопрос не падает. Можно, что-то скушим. Давай, что-то скушим. Можно. Но в основном у нас инструменты. Духовное – это что? Надо разобраться. Только духовное, а не материальное. Духовное – оно не подчинено пространству и времени. Поэтому оно духовное. А материальное – подчинено. Вот наш ум, разум, интеллект – он материален. Так же? Он сегодня есть, а завтра не будет. А духовное – оно навсегда остается. Поэтому духовное, как бы, изначально, оно стимулирует свой ум, разум, интеллект, как инструмент в познании мира. Это хороший инструмент на определенном этапе. Но не наоборот. То есть... Ну, нужно опять от печки танцевать. Давайте уже отступим и разберемся, а кто я на самом деле? То есть и для чего вообще смысл жизни? Зачем я? Я? Я же духовен, а не материален. Так же? Я вне времени и вне пространства. Мое я. А зачем я, вот такой вот светлый, чисто хороший, сюда пришел? В этот мир. То есть зачем мне это нужно? Может, вот так вот просто формулировать? Да. Так же? Ну, я думал, тут все уже в теме, все это знают. Поэтому я... Давайте вернемся еще раз. Нет, несколько по-другому вопрос. Имею в виду, что первое – развитие физическое. Физическое – это не накачивание, допустим, мышц. А развитие, допустим, это занятие, там, йогой, там, здравой. То есть когда у вас разведите вот левый, правый, правый полушарий, вы их синхронизируете, их работа одновременно. То есть у вас, опять же, возникает вопрос, можем мы делить тогда наше мышление на женскую, там, допустим, минуру сходу, если у вас одновременно работают два полушария, вы синхронизировали. То есть тогда таким образом можно прийти к здравомышлению? Конечно. Нужно, чтобы они синхронно работали. Если доминирует там образная, значит, художник, там, полет, но он будет, не сможет в математике собрать, рассчитать что-то. Так же? Если он математик, он у него такие эмоциональные качества будут, там, в громаде ставить. Так же? Поэтому необходимо синхронизировать работу двух полушарий, чтобы они вместе работали. За это полноценная решение. Четвертый критерий, тогда, да, который необходим? Какой? Здравомышленное. То есть развитие, то есть физическое. А при чем тут здравомышленное? То, что в маске будет служить. Да, потому что в маске, в здравомышленное. Нет, ну здравомышленное мне говорит о том, что я должен ухаживать за своим телом, я за него в ответе, и должен его развить, и привести к совершенству. Потому что мое тело состоит из таких же шефан, как и я. Так же? И я их взял в свою команду, именно дал им обязательство, что я их приведу к совершенству. И если человек использует свое тело в эгоистически корыстных целях, то мои подданные отказываются мне служить. Так же? Если я к ним отношусь как монарх, как царь-батюшка, беспокоюсь о каждом своем «я», то есть о каждой шефанте своего тела, вот тогда они мне помогают эволюционно развиваться. А это и есть физическое развитие, настоящее. Это не просто мышцы накачать тупо, а научиться с ними общаться. В этом смысл физического развития. Так же? А это неразрывно, духовное и физическое. Но духовное оно доминирует все равно. Но он доминирует, но физическое быстрее развивается. Здесь духовности нет. Стоит вам выйти из этого тела, и что будет с физическим телом? Все, оно развивается. Сознание потеряете, и все так же? Ну, ребенок, допустим. А что ребенок? Усыпите его, и все там. И будет лишать этот мешок с костями. И что, он будет развиваться? Я это тело развиваю. Без меня оно ничто. Оно не может. Я руководитель этого тела. Я беру ответственность за все это. И как только я свое внимание переношу в другое тело, это брыкс, и мешок с дерьмом лежит там. И не может развиваться без меня. А если я еще и жаре тело с собой заберу, как одежда, оно вообще разложится в результате энтропии без меня, без моей поддержки. Сразу так. И все. И жаре тело. Скажи, что это еще. Ну, эфирное тело. Или ученые называют это ауром. Есть такое тело. Только, например, кокон такой энергетический у человека. Вы можете... Акарай, кирлян, да, его фиксируют. То есть только части этого тела, не все. А я, это дух получается? Да, это дух. То есть дух уходит, а остаются еще какие-то тела. Ну, кладу, если вы... Он может с собой забирать, как тела и оболочки, как инструмент. Мы же взрастили в минеральном царстве, в растительном животном все эти тела и оболочки. И мы им пользуемся как инструментом. То есть после смерти можно забрать все эти тела с собой? Не можно, а нужно. И даже физическое тело нужно с собой забирать. Если знаешь, как у него... Ну, понятно, сжигать его, да? Но раньше это была трансформа. То есть наши предки жили по несколько тысяч лет, и за одно воплощение достигали совершенства. И свое тело собирали. Даже пепла не оставалось. Ну, как Иисус, да, который... Да, это и есть трансформа. А наши предки все так уходили. Они это делали сами с пониманием, что... Подымаешь кундалини, по всем нагенерическим каналам идет, и это тело просто исчезает. В мистическом огне кундалини. Тепла не остается. Это то, что там, что идет, сгорает. Конечно, от самого возгорания. Это просто они не умеют управлять. Там или каналы какие-то сгорят, или часть какая-то отгорит. А наши предки умеют этим процессом пользоваться. То есть отгорит достаточно отгорит, получается, или какой-то другой свет? Ну, другой. Это уже там не только ядерный, термоядерный. Это вообще духовный свет. Скажите, а вот прегремация, в чем разница, на дровах, например, кремировать, или в газовой печке такую? Ну, потому что, если газовая печка, это на основе нефти. Нефть это гной земли, так же? Это не очень чистый материал. В редах описывается, что есть 3 типа огня. То есть химический, электрический и ядерный. Три типа огня. Вот как Ярева, три света. И там три света этих есть. Так вот, химический он тоже как бы делится на градации. Самое лучшее топливо для костра, это вообще кизяк. Кизяк? Кизяк. То есть корова питается чистыми травами, там. Это антисептик мощный. И при сгорании он меньше всего окружающую среду загрязняет. Поэтому веток пищи, там, лучшая пища, приготовленная на кизяке. Потом уже идут драгоценные сорта тревизины. Там, ну, как санжал, там. Так сыроедение же вроде бы. Мы говорим об огне сейчас. В том числе говорили, если пищу там использовать. А зачем всё? Тогда не нужно. Вот. Ну, мы, например, приносим там жертвоприношение. Для этого огонь необходим. Как переносить с одного мира в другой. То есть наше пожертвование. И вот там и перечисляются виды огня. То есть, а потом уже идёт там нефть. Ну, сначала хорошая сорта древесины. Потом смолистые. Потом сорные там растения. Ну, там как ольха. Там какая-нибудь или ещё что-нибудь. Потом уже идёт нефть. То есть, вот там солярка, керосин. Потом газ идёт. То есть, оттуда производность с нефти что-то всё делается. Потом уже электричество идёт. Ну, а сейчас у нас ещё микроволновки. Это ещё хуже. Вот как бы вот огонь, который мы можем использовать для жертвоприношения. В том числе и для кронирования. То есть, есть лучше и есть худшее. Чем лучше, тем лучше. То есть, проще умершему своим жарим телом втянуть чистую энергию. А не осквернённую уже там нефтью. А так как на жифатму будет сказано? Если огнём, например, от кисилия дожигать или от покрышек. Ну, ему отделить нужно. Одно дело, вот там нужно жифатмы отделить свои родные. Которые вот в этом теле, да? А тут ещё там эти жифатмы вместе с гноем перемешали там. И нужно своих от чужих там отделить. Так же? Это, ну, проблематичнее. В этом смысле. Я грубо говорю так. Ну, пример. Ну, а если даже брать газы в горе, то всё-таки лучше, чем в землю закапывать? Конечно, лучше. Однозначно 15. Из двух зол выбираешь меньше. Алексей Васильевич, а вот выясните, вот ты сказали жертвоприношения, ты сказали, что требует, и то, что у нас не было мясных жертвоприношений. У нас были там семена там. А кто это такое сказал? Нет, понятно, что когда уже всё, сознание упало, мы начали жирить. Были у нас, и у нас жертвоприношения коней были. Одно из великих жертвоприношений. Только это говорится, что такое жертвоприношение имеет право производить только тот, кто способен ускорить эволюцию этого существа. Что этот конь, он тут же сразу воплотится среди людей. Если вот это ты можешь делать, ты имеешь право. Такие были у нас жертвоприношения. Но сейчас просто таких священнослужителей нет, поэтому запрещается. Нет, потому что потом, что вы так говорите про жертвоприношения, там, кунта язычник, там, типа, кинул мясо, там, на жертвоприношение. Нет, нет, скромно. Алексей Васильевич, а сейчас есть люди, которые умеют уходить самостоятельно вместе с телом? Конечно. Есть долгоживущие, и так и называют, которые даже по несколько тысяч лет живут там. Есть, конечно. Просто я впервые с этой информацией столкнулась от книгах Кастанеды. А потом, когда услышала в одном из ваших интервью, я, честно говоря, была потрясена тем, что, оказывается, в нашей традиции были такие практики и такие возможности. Ну, еще академик Балавлов сказал, когда у него Берия там спросил, как нужно воспринимать смерть человека в 150 лет? Он говорит, как убийство. Насильственную смерть. Как убийство. Он говорит, а как, говорит, в 50 лет? Он говорит, как смертную агентство. Его за это вырастрияли. Алексей Васильевич, скажите, пожалуйста, про семью и про детей. Кого расстреляли? Вот, допустим... Павлов. В тюрьме. Ну, в тюрьме там, не знаю, расстреляли. Он помер там. Ну, короче, уничтожили его. Так же? Чего? В академе Павлов? Да. Нет? Я считал, что его после этого арестовали. Какая лица? Именно за вот эти слова. За то, что он понимал, что к чему. На что люди способны, он понимал. На что твари способны. Собаки, кстати, не нужно выделить. Ну, по 3 в 3 и 2 марта. Так, еще. Семью. Скажите, пожалуйста, про семью. Ну, выбор там второй половинки. Ну, я знаю, то, что мне под глазом там нужно набирать. Ну, и про детей. Хорошо, я объясняю. По нашей традиции. Значит, супруга выбирают родители. Так по нашей традиции были. Когда подрастает, например, мальчик, они ищут хороший род, с хорошими генами, с хорошей репутацией. Потому что вы знаете, что такое вырожденчество. И если это безродный, то его никто в семью брать не будет. Зачем кота в мешке брать? Ищут родовитого. То есть у нас такая традиция. У нас было родоплеменное монархическое самодержавие. Так же? То есть у нас была семья. То есть семья – это я, мой отец, мой дед, мой братик, мой сын, мой внук, мой правнук. Вот семья. Мы все вместе живем. Ну, когда мы хотим породиться, вырастают там дети, нужно, значит, с другой семьи брать. Тогда это уже создается племя. То есть, значит, у меня сын растет, я прихожу, значит, в другую семью, знаю, что это нормальный мужик. Узнаю его родословный, какие гены, какими болезнями болели, не болели там, кто его там родители, кто его дед, кто прадед. Родословный все узнаю. И если я вижу, что род хороший, я говорю, знаешь, вот у тебя дочка подрастает, давай породнимся. Я вижу, что мужик нормальный. Он говорит, а ты кто? Давай-ка расскажи свою родословную. Обучил ли ты своего сына, чтобы он родовую память скрыл у моей дочки, даст ли он ей дар материнства. То есть, он настоящий будет супруг. Ты ему это обучил? Я говорю, да, обучил. Ты гарантируешь, я говорю, отвечаешь за своего сына. А ты за дочку отвечаешь, что она чистая, что ты ее обучил, чтобы она была достойной супругой, что она мне внуков хороших даст. Да, говорит, обучил. Если не обучил, я говорю, ну извини, поищу другую там. Так же? Если договорились, вот тогда намечаются смотрины. Смотри на это, уже молодых сводятся. И смотрят, будут они раскручивать половую энергию между собой или нет. И даже если там отставляли спать там голыми под одним одеялом, только не дай бог там, чтобы там, я с вами говорю, да ты если испортишь, я тебя вообще порву на части. Это все, рот весь опозоришь там. Сран-то какой будет там. И тут у вас своей дочке, не а бог ты там честь потеряешь там, все там, прокляну там, изгоню сразу там. Все, и они прокручивали энергию. Если они обучались за время танцев, плясок там, это была целая культура, они это уже умели все это делать. И если у них это получалось совместно, тогда уместно говорили, да, она умеет, у нас все получается, все сложилось. И та своему отцу говорит, да, у меня с ним все получается, нормально. Тогда свадьба, если не сошлись, что-то не получается. Но извините, без обид расходились. Так создаются племя. То есть племянники начинают идти, так же племя. И мы родичи, мы друг за друга держимся, это мои близкие. Мы самоуправляемся сами. То есть мы племенем жили. А когда уже несколько племен объединялись уже в род. То есть когда тут не хватало там уже там женихов да невест племени. Значит, с другого племени брали. Это род. Это были родичи уже. Мы жили родом. Это мы все единый коллектив был. Самоуправление с помощью попного права у нас было в роду. Никто со стороны не шел к нам. Потому что это чужаки были. А рода потом объединялись в народ. А народ уже в них. И вот миром мы самоуправляли, все державы. Вы понимаете, население может состоять не только же из народа. Так же? Из рода. Есть и народцы у нас тут живут. Так же? И на племенники, и на земцы. Разве можно им доверять наше управление? Наше... Как жить на правила, да? Вы сейчас же знаете, что сейчас уже ювенальная юстиция уже закон утвердила. Так же? Пришли какие-то инородцы, иностранцы. Которые даже нашему правительству не подчиняются. И говорят, а что это ты своих детей прививки не делаешь? А что это ты своему сыну курить не разрешаешься? Мы тебя лишаем родительских прав. Приходят и отбирают вашего ребенка. Так же сейчас по закону. Отбирают детей до решения суда. Просто приходят, забирают детей. Да, просто на обы приходят и отбирают. Ищи, смеи, смеи. А что вот с ними надо делать? Убивать за это нужно. И закапывать, да? И закапывать. На стол вешать. Надо вычислять тех, кто лоббирует. Мы имеем право убить в шести случаях. Только в шести. Запоминайте. Чтобы не накормать. Когда нападают со смертельным оружием, пытаются убить, отравить, отобрать землю, поджечь дом, уничтожить нашу жизнь. И сила ввести жену или наших детей. Любой суд оправдает меня. Если ко мне придут, я их просто поубиваю. Они никогда не идут кавказским народам. Потому что их сразу головы подрезают за это. Разве не так? Ну не только поэтому. Они забирают детей. Только к русским и идут они. Они забирают детей у белых представителей. Только у белых. Даже во Франции, где эта юринальная инвестиция с послевоенных лет уже в развитом виде присутствует, там детей у представителей, у иммигрантов, у алживских, ни у кого не забирают. Они в детских кварталах даже не суются. Потому что знают, чем это закончится. Всю семью вырежут после этого. А вот как быть? У меня двое маленьких детей. Я не смогу чисто физически... Вы мне позвоните, я встречу. Они будут идти к кому-нибудь. Потому что их представили, как они социально обученные люди во всех детских садах и школах. И они будут выбирать от нужных детей для различных целей. То есть спрашивать, есть ли проблемы в семье. И потом приходить. Если ребенок сказал, что его мама вчера заставила помыть посуду или еще. Вы что-то... Это всегда в любой семье есть конфликты отцов и детей. Любые... Даже минимальные трения могут послужить основанием для изъятия детей из любой семьи. Мы живем на своей земле и имеем право жить, так заповедовали наши предки. Если нам кто-то из правительств запрещает жить так, как мы живем... если все народы нашего России живут так, как, например, чеченцы тейпами живут, попробуйте им запретить. Это геноцид. Почему нам запрещают жить? Нам, как наши предки заповедали. Это геноцид. И за геноцид нужно привлекать их к ответственности. Проводится геноцид русского народа. Все, и сразу их стенки нужно оставить. Вы снимаете на видеокамеру, если они придут, то это уже будет документ. Да, испугаетесь. Нет, давайте не надо. Снимайте на видеокамеру. Снимайте на видеокамеру, если они придут, то это уже Господа, ну вот, ребят, мы занимаемся своим развитием, а страна в чужих руках. Ну, пора уже брать власть в свои руки. Столько можно запустились. И дали нам заповедь. Не славянин, у славянина лишь в гостях. Гостя обогрей и накорми, разделив с ним кровь и пищу, но не права на землю и гражданина честь. Вот наших пращуров завет. И если кто-то пытается нам нарезать другое мнение, они наши враги. Так же? Всем это понятно. Мы имеем право жить так, как желаем, как жили наши предки. А сколько их кормить можно уже? Это гост. Три дня, это гост. Больше трех дней уже член семьи. Задержалась она на три дня, значит, скатерть идет дорога. Нельзя гражданство отдавать, чтобы они нами управляли, законы нам свои навязывали. Чтобы землю у нас скупали. Это они считают. Это паразиты нам говорят, что уже свои. А это наша земля, наша территория. И мы тут хозяева. Русский язык еще не выучили. Скажите, а вот исламские веры наши, кавказцы, они же тоже были равноверны. Нет, это все наши земли были. Это мы их там пустили. Они скрывают, что все города, которые построены русскими людьми, белыми построены. Но было равноверие между исламом, да? Да не у них, это мы там жили. А обезьяны уже туда пришли. Обезьян это он без яна. Это тот, кто лишен энергии эволюции. Понимаете? Это не оскорбление, это пиано. Недавно уже ученые официально заявили, что, по крайней мере, ародутанты и гориллы произошли от человека. Официально было заявлено. Кто об этом слышал? Он, раз, два, три, уже он есть свидетели. Что я вам не фантазирую. Официально было заявлено об этом. И в Ведах пишется, что когда цивилизация гибнет, то одни идут в просветление, а другие в деградацию. Те, кто деградирует, получаются обезьяны. Поэтому столько множества разных обезьян. В каких Ведах это можно читать? В наших. Это вот Кочунафинис. А Веды, это Край. Игризм, да? Кочунафинис в конце библиографии есть, почитать, оно все перечислено. А вот индусские Веды, это у них исковеркано, да? Ну почему? Все поисковеркано. Потому что, если оно письменности пользовались, то у нас одно слово имело до 50 значений. А современные переводы уже дают до уровня сознания. То есть, в зависимости от времени и места обстоятельств, дается уже перевод. То есть, проекция той истины, которая там содержится. Изучайте наши древние письменности. И книги нас сохранились. Если вы овладеете своими тонкими телами, то вы можете выйти там, например, в Акаша-хронику и принимать даже участие в тех событиях, что там были. Если вы хотя бы навьим телом овладеете, то вы можете поступать в любой вуз, в любую школу, где там все это, все библиотеки там хранятся. Идите, изучайте. Ведь ученые же таки говорят. Мы вот это все во сне узнали, так же? Миндерея таблицу свою там нашел. Некоторые ученые одновременно делают открытия, хотя с друг другом не знакомы, в разных концах планеты находятся. Просто они в одной и той же аудитории учились. Что написано? Пером не вырубишь топором. Стоит вам встать на позицию именно нашей культуры и будете облавать своими телами, оболочками. Этого невозможно уничтожить. Если они наши библиотеки физические сжигали там постоянно, то это сжечь невозможно. Овладейте хотя бы сновидением своим. Вам Бог дает одну треть жизни. Если человек 60 лет прожил, он 20 лет во сне находился. Так обучитесь правильно пользоваться сном. Это вот наша йога русская. Если вы будете осознанно жить во сне, как ученые этого делали, так ее обучайте, кто вам не дает. А как научиться-то сном? Как вы делали? Хотя пример такой. Видите, где это? То есть медпродико. Затачивайте примеры. Хорошо, пожалуйста. Да как скажете. Значит, если хотите обладать сном, то нужно организовать нейтронные цепочки. Значит, молекулы выстроить из своего подсознания, в сознании, ну, чтобы извилин побольше появилось. Вот мышца тренируешься, она растет, так и мозги нужно тренироваться. Здесь тренировка какая? Каждое утро просыпаетесь, когда я еще совсем из сна, даже еще не вышла, я только начать осознавать, что я просыпаюсь там, еще глаза не открыли даже. Нужно вспоминать, а что мне приснилось? Что за сон? И нужно, значит, делать анализ. Значит, сон может быть трех категорий. Первый сон называется фантасмагорический сон. Фантасмагория – это такой сон спутанный, там все такое, тварится, что-то там. Это вред нашего подсознания. То есть фантазии. Мутный сон, спутанный. Бывают такие сны? Значит, а, это первая категория, это мне.